Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня я для вас подготовил три крутых приложения, которые сделают ваш смартфон более красивым и функциональным. Если вы о каком-то приложении не знали, или знали и давно им уже пользуетесь, то оставьте, пожалуйста, под этим видео свой комментарий. Также не забывайте, что ваш лайк очень приятен. Что ж, давайте начинать. Первое приложение – это LED-подсветка для вашей клавиатуры. Смотрим. Очень классное приложение. Смотрите, насколько красиво становится ваша клавиатура. Вот. Идет такая волна, когда вы нажимаете и вводите какой-то текст. Разноцветная волна по вашей клавиатуре. Очень красивая становится клавиатура после этого. Приложение, которое называется LED-кейборд. Вы скачиваете его в своем магазине Play Market. Заходим. Приложение. Все очень просто здесь настраивается. Единственный нюанс – здесь довольно много рекламы, но вам это не грозит, потому что вы взяли, выбрали какую-то подсветку, что вам понравится, и вышли полностью из этого приложения. Эта подсветка меняется на вашу стандартную. И это приложение вы не трогаете, вы его не включаете. Все. Заходим. Вот уже моя подсветка выбралась. И тут подсветок довольно много разнообразных. Видите, есть такие, сразу вот волнами переливаются. Все очень красиво смотрится. Потом здесь есть меню настроек. Различные здесь настройки. Можете все это чередовать и в этом разбираться. Здесь ничего сложного нет. Вот настройки. Можете поставить звук при нажатии клавиатуры или установить другой шрифт вашей клавиатуры. К примеру, видите, шрифты здесь есть различные. Все очень просто и понятно. Я думаю, вы с этим разберетесь. Я саму вам идею дал и само приложение, которое довольно классное и функциональное. Второе приложение, оно у нас называется Groobel. Здесь вы берете классные видео обои. У меня некоторые комментарии такие были, где ты взял такую тему. Это, ребята, была не тема. Это видео обои, которые я установил для вас, чтобы вам было интересно на них смотреть. В общем-то, скачивайте. Это приложение называется Groobel 4D. Оно много не весит. У меня здесь всего лишь две видео обоины. Здесь их очень много. Смотрите. Вы заходите в это приложение. Можете полазить по настройкам. Ничего здесь тоже сложного нет. Смотрим дальше. Различные есть темы ваших обоев. Например, давайте сейчас посмотрим. Live Loops. Вот такой вот. Вот. Видите? Можно такие вот обои. Нет. Нажимаем. Вот такие вот есть обои. Здесь их очень много. Нажимаем и смотрим. И все, что вы будете скачивать, они будут сохраняться, эти видео обои, в этом приложении. Вот. Вы заходите сюда. И вот мои видео обои. Или мои обои. Они будут там сохраняться. Поэтому это приложение удалять не нужно. Live Films. Смотрим. Сейчас я вам покажу что-то другое. Ну вот, допустим. Нажимаем. Вот. Видите? Есть такие вот обои. Написано гироскопический эффект. Поворачивайте своим смартфоном, и у вас такой как 4D эффект идет. Очень прикольно, своеобразно смотрится. Мне, в общем, понравилось это приложение с своим большим разнообразием обоев. Очень здесь их много. Поэтому вы можете тоже посмотреть. И что-то, возможно, вам понравится. И вы для себя подберете, скачаете, установите на свой смартфон. Видите? Вот как будто 4D эффект есть. Вот смотрите сами. Очень красиво все смотрится. Ну или вот, допустим. Обои здесь много. Выбор огромный. Каждый для себя сможет найти то, что понравится лично вам. Фильмы, космос, природа. Видите? Спорт, анимация, действия, каникулы. Темное, аниме, музыка. Давайте глянем сейчас, секундочку. Вот природа еще здесь есть. Тоже выбор большой. И что самое интересное, красивый выбор. Не просто какой-то там хлам, а вот выбор красивый. Смотрим. Еще последнюю. Обоина наша. Вот, видите? Классненько смотрится. Потом вы нажимаете два раза. Ну, там окей. Я не буду устанавливать ее. У меня уже установлено. И все. Здесь довольно простенько. Итак, третье приложение, которое сделает ваш смартфон более функциональным. Это приложение называется Вспышка 3. Вот как оно называется. И выглядит. Заходим. То есть, когда вы будете получать какие-то уведомления от своих приложений, когда вы будете получать текстовые сообщения или входящий вызов, то у вас будут приходить на ваш смартфон вспышка. Вспышка, которая на вашем смартфоне сзади под камерами находится. Вы включаете это приложение. Вот вспышка. Все, она у вас включена. На входящие звонки вы это сами устанавливаете. И уведомления для приложения. Можете включить, а можете и отключить. Когда вы включаете, потом вам задаются параметры, на какие именно приложения вы хотите получать вспышку. Важная инструкция, что нельзя, чтобы экономия была вашей батареи на этом приложении. Оно слишком много памяти не жрет, и оперативной памяти тоже. Но при этом не нужно это приложение в жесткий режим закидывать, чтобы вы это понимали. Смотрите, здесь очень классный, и разнообразные настройки. Скорость мигающая. Видите? Вот есть и много. Потом тест. Очень редкая скорость мигания. Как вы видите. Видите? Если меньше, то будет часто мигать. Вы уже поняли. количество миганий при получении сообщения. Три раза мигнет. Или можно ставить больше, меньше. Так, когда вибрации или без звука будет просто мигать. Знаете, кому-то не нужна вибрация, или он находится в темной комнате, там, не хочет, чтобы звук слишком громкий был, и уши не шумели. Он поставит или вибрацию, или звук, или это все отключит, или включит, и будет мигание по комнате. Очень хорошо и заметно. Но если у кого сон чувствительный, то будет нормально. И вот ставите не мигать, когда батарея ниже 5%. Вы тут сами можете выбрать заряд. Можете выбрать заряд, чтобы оно мигало, к примеру, до 60% и все, не более. А можете и к 5% подходить. Таймер отключения вспышки. То есть вы можете сами выбирать, в какое время работать вспышки, в какое время отключаться. Очень удобная функция. Задняя вспышка. Если у вас есть, то можно и переднюю подключать. В общем-то все. Вот такие вот настройки. Я думаю, что это приложение тоже вам понравится. Нажимаете, видите, на само приложение, на саму функцию, статус настроек, на уведомления. Я лично выбрал для себя это сообщение текстовое и Viber. Можете выбрать для себя лично различные приложения, хоть игры. И вы будете получать уведомления, когда они будут приходить на ваш смартфон от того или иного приложения. Ребята, вот такое вот получилось видео. Я надеюсь, оно для вас было интересным, полезным. Оно вам понравилось. Я очень старался подобрать для вас интересные приложения, которые разнообразят ваш смартфон и сделают его более функциональным. Ребят, спасибо всем за внимание. Напишите в комментариях, какие вам приложения понравились, какие, возможно, не понравились. Буду очень рад прочитать все ваши комментарии. Я их читаю, чтобы вы это знали. Также поддержите меня, пожалуйста, своим мощным лайком под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!